В студии здесь Алексей Осин. Здравствуйте, дорогие. И Екатерина Конокова. Сегодня персонально ваш и наш экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас хорошо слышно. Подозрительно, неожиданно. Как-то я не ожидал. Я просто всегда забронировал это место. Я как-то так это даже думаю. Яков тоже человек. Он надо прожариться на каких-нибудь курортах. Кстати говоря, пока нет турецких. Он поехал открывать Турцию. Посланник президента Путина. Разведутся обстановочку. Лучшие тарифы. И потом следующим персонально ваш уже на следующей неделе. Будет вам задавать вопросы. У нас тем временем вопрос, касаемый отношений Турции и России. Которые с вчерашнего дня гремят. Турецкая сторона извинилась перед Россией. Как это скажется на экономической обстановке в нашей стране? В турецкой. Если все-таки отношения наладятся. Ну, смотрите. Главный вопрос и для российской страны, и для России, и для россиян. И для турецкой страны, и для Турции, и для турецкого бизнеса. Это курорты. Потому что со своими овощами и фруктами турки на самом деле справились достаточно хорошо. Они практически все экспортные потоки переориентировали на другие страны. За исключением такой маленькой позиции, как огурцы. Да, вот по большому счету сельское хозяйство Турции не понесло существенных потерь из-за российского эмбарго. Ну, россияне лишились там турецких товаров, их заменили более дорогие. Ну, собственно, в общем, я думаю, что по большому счету вот эти продуктовые санкции, они как-то оказались достаточно беззубыми для обеих сторон. А вот курортные санкции, они, конечно, ударили больше всего, я думаю, по турецкой стране. Потому что, ну, у россиян все-таки санкции были введены в ноябре, да, по-моему, в начале декабря, с 1 января. Понятно, что зимой Турция не лучший сезон, туда начинают ехать с апреля. По большому счету, россияне пропустили только майские праздники, да, и вот начало лета. И, в принципе, вот слова Реджепа Эрдогана о том, что Реджеп Таидович, что он готов к любым инициативам, но, по большому счету, нужно открывать срочно, ему срочно открывать турецкие курорты, потому что они не заполнены, бизнес несет потери. И, конечно, с точки зрения турецкой экономики, это будет огромный или минус, или плюс. А там же еще есть такой момент, что не только российские туристы перестали ездить. Может быть, падение туристов из Германии, вообще из Западной Европы, оно менее ощутимо, но, тем не менее, это тоже важно. То есть, причина не только в том, что поссорились с Россией. Ну, Яков, основной, все-таки, россияне... Что Алексей, я вот скажу, что-то у меня с ней правда с головой. Жарко, наверное, очень. Вот, смотрите, Алексей, все-таки россияне, они были главным поставщиком туристов и денег, там, я не понимаю, по количеству туристов занимали первое место, а уж по деньгам точно всех переплевывали. То есть, российские туристы в среднем тратили в полтора раза больше, чем любые другие туристы, приезжавшие в Турцию. Да, поэтому, и, смотрите, у нас перестали, как сказать, у нас поток иссяк, ну, практически, вообще. Да, то есть, в Германии можно говорить о небольшом снижении, в Скандинавии можно говорить, там, о стабилизации, об отсутствии роста. У россиян поток иссяк вообще. Поэтому, конечно, для турецкого туристического бизнеса и для турецкой экономики возвращение этого потока будет играть, ну, такой, фантастический стимул для роста и вот всей этой южной курортной зоны, и обслуживающего малого и среднего бизнеса. Поэтому, мне кажется, что Эрдоган терпел, что называется, до последнего, но понял, что Владимир Путин назад не сдаст, и что единственное условие, то есть, если спасать свою экономику, нужно чем-то жертвовать. Да, и он, ну, в общем, достаточно, как сказать, выполнил все, внешне выполнил все условия российской стороны, по крайней мере, вот, Дмитрий Песков очень четко подчеркнул, да, что были и сожаления, и извинения, что, в общем, ну, вот, все, что мы просили, все сказано. Будем обсуждать. Вот, это что касается турков, да, что касается россиян, то здесь, ну, как ни странно, ситуация, как у экономистов часто бывает, с одной стороны, с другой стороны. Конечно, если турецкие курорты откроют, то, в общем, те люди, которые, у которых еще есть деньги, или которые зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе поездку на теплое море, они воспользуются, наверное, тем, что в Турции цены сильно упали и туда поедут. Вот, потому что, ну, конечно, вот, и по качеству, и по количеству мест, и по набору сервисов, которые есть в Турции, но у нас существенно переезжает наш южный курорт. А Крым? Крым, ну, нету там сервиса. Нет, я сейчас не обсуждаю качество крымского сервиса. Я спрашиваю, не будет ли это минусом для нас? Все вроде едут в Крым, а сейчас... Ну, смотрите, я думаю, что в Крым приедет примерно столько же, мне кажется, что немножко разная аудитория, немножко разная аудитория, которая едет в Крым и которая едет в Турцию. Поэтому, и, соответственно, я сейчас хочу закончить мысль, что, конечно, для большого количества россиян, там турпоток, вот, как сообщили сегодня, на 22% упал в первую половину этого года по сравнению с прошлым годом. То есть, количество... И основные пострадавшие, конечно, это Египт и Турция. Понятно, да? Ну, с Египтом там все сложно, там безопасности никто не может обеспечить, и пока наши власти не готовы договариваться. А вот с Турцией, если договоримся, то нужно ожидать, что там, ну, не знаю, там на 100% прошлогоднего или там на 80%, ну, какой-то поток российских туристов поедет. И здесь начинается самое интересное. Для того, чтобы ехать в Турцию российским туристам, нужна иностранная валюта. Правда? Вот в Крым можно ехать с рублями, и в Сочи можно ехать с рублями. Вот в Турцию нужно ехать там с евро или с долларами. Это означает, что вот россияне неожиданно, там, ну, те, кто не успел закупиться, да, неожиданно побегут покупать евро и доллары. И это может быть таким сюрпризом для российского валютного рынка. И для Центрального банка тоже, кстати. Еще один вопрос. А масштабные проекты типа Южного потока, это как-то повлияет? Или это уже все Юг, Южный поток заморожен за Индивелл? Ну, мне кажется, что об этом говорить рано. И о том, что он заморожен, ну, он был заморожен, и заморожен, в общем-то, еще до инцидента со сбитым российским самолетом. Вот. И там более сложные расклады. Понятно, что там есть и набука, да, там есть и обещание России перенести хаб в Грецию, которую туркам очень не понравилось. И там есть пока еще отсутствие согласия со стороны Европейского союза принять эту трубу. То есть, там есть над чем работать, но я думаю, что какие-то переговоры по Южному потоку, конечно, будут проголосны. Ну, возобновятся. И, конечно, это опять понятно, чего хочет добиться Россия, изолировать Украину от транзитного потока. Да, и для Турции, конечно, это выгодно, потому что Турция получит часть транзитных денег, которые сегодня получает Украина. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот насколько предсказуемо для вас было то, что Эрдоган извинится перед Россией? Или это только потому, что сейчас начинается туристический сезон? Как мне интересно, взаимосвязано это как-то? Ну, я, знаете, я, честно говоря, понимал, что рано или поздно Эрдогану придется пойти на извинения, потому что, в конечном итоге, Владимиру Путину все равно, где отдыхают россияне. Ему даже лучше, если они отдыхают в Сочи или в Крыму, чем отдыхают в Турции. И от того, что кто-то не смог поехать в Турцию, а вынужден ехать на плохой сервис в Крым, ему даже радостно от этого. Потому что в Крым едут, подтверждают, что Крым наш. А вот для Эрдогана потери экономики, да, и, ну, собственно говоря, тебе что, жалко сказать два слова, простите, не извините, да, и там у тебя весь сектор экономики начинает процветать. Это для него вопрос политический, да, это вопрос его взаимоотношений с бизнесом, его коллекторальной поддержки. И было понятно, что для него, для политики, которому так или иначе приходится проходить через честные выборы, да, то для него это вопрос личной ответственности и личной позиции. То есть, если бы он не пошел на эти извинения, то, конечно, на следующих выборах пришлось бы очень-очень тяжело. А османская идея, там как пан, османская идея, как же? Он на ней же играет. Получается, он прогнулся перед этими русскими. А вы посмотрите, Алексей, ведь на самом деле турки очень не хотели, я так понимаю, чтобы мы передавали публичности это письмо. Да, вот, собственно, я так понимаю, что они надеялись на то, что вот так все потихонечку, там письмо, потом телефонные переговоры, а потом как-то мы это дело объявим, что мы вроде как договорились, да, чтобы не произносилось слово извините. И сразу же там с турецкой стороны пошли утечки, что не было слова извините, письмо говорит, что было слово извините, да. Вчера сказали, что там Турция готова выплатить компенсацию за сбитый самолет, сегодня говорят, что Турция не готова. То есть, там политическое давление на Эрдогана с разных сторон продолжается, поэтому, ну вот так вот, ему точно, конечно же, там Эрдогану не хочется быть в этой позиции, чтобы прогнулся перед русскими. Но, вы знаете, вот, как это, даже не могу присказку, какую-нибудь поговорку найти, вот, назвался Груздием, полезай в кузов, да, вот, если ты политик, то ты должен со своим бизнесом, вот, как-то защищать его интересы, да, и если твое эго от этого пострадает, ну, это твое эго. Извините, это же нельзя, как в кино про барона Мюнхгаузена, вы можете верить только в тайне, а я в тайне не умею, и встать на колени где-то в задней комнате московского Кремля, там, или, не знаю, сделать вид, что ничего не было, это тоже не прокатит в данном случае, это же понятно было с самого начала. Ну, я, Алексей, извините, что же я, вот, Алексей, Алексей, ну, это вам понятно, а вот Эрдогану непонятно, он надеялся, да, он надеялся, ну, вот, все-таки хоть он и занимает, живет там в Византии, в Константинополе, да, нынешнем, ну, не в Стамбуле, конечно, в Анкаре, вот, но, все-таки, вот, византийские хитрости, видимо, ему не до конца понятны. Все-таки, вот, Россия ближе к византийским корням, к византийским хитростям, поэтому обхитрить, ну, вот, знаете, обыграть Путина в политике, ну, мало кому удалось, да, давайте честно признаем, поэтому, вот, Эрдоган, видимо, зря на это надеялся, ему нужно было лучше к этому готовиться. А еще существует мнение, что Турция, ну, пытается бороться с изоляцией, потому что у нее нет участия в международных процессах, можно ли так сказать, что Турция сейчас использует нас, чтобы вернуться в такую международную арену? Ну, нет, я бы не стал так говорить, у Турции есть, конечно, осложнения в взаимоотношениях с Евросоюзом по части переговоров о вступлении в Евросоюз и продвижении без визового соглашения, ну, у турков есть работающие соглашения по эмигрантам, ну, Турция не изолирована, Турция чем НАТО, мне кажется, что это неправильно было бы говорить, что Турция на обочине, к сожалению, Россия на обочине мировых отношений, да, к сожалению, Россия вот должна, там, добиваться, там, силой, там, правдой, неправдой, чтобы ее пустили за стол переговоров, а у Турции все в порядке, на этом отношении. Скажите, а вот то, что Эрдоган извинился, это можно считать личной победой Путина? Да, конечно, да, конечно, это политическая, ну, то есть, как, Путин сразу же занял эту позицию, да, что, там, все изменения отношений с Турцией, они только после извинений, причем, и санкции-то были введены не сразу, да, то есть, в принципе, там, если я помню правильно, там прозвучали слова, что мы требуем извинений, да, я думаю, что если бы Эрдоган извинился сразу, то, может быть, и санкций бы не было, да, может быть, там и требования за сбитый российский смайд были бы не такими большими. А можно еще повизантийствовать? Вот смотрите, какая конструкция приходит в голову. Ситуация в чем заключается? Вот Путин выдвинул некие условия, возможно, потому, что он точно знал, что Эрдоган на них не пойдет. И теперь, так сказать, вот эти все ниши, закрытые в экономике, они, в общем, подтолкнули и наш, там, аграрный сектор и так далее. А теперь Эрдоган пошел на эти условия. Ну, будем, так сказать, читать чуть-чуть вперед и, там, прогнозировать на пару ходов вперед, он пошел на эти условия. Что теперь Путину делать? Обратно пускать помидоры с огурцами, значит, опять закрывать, ну, не то же закрывать Крым, создавать серьезный конкурент, серьезного конкурента Крыму и так далее и тому подобное. В строительной сфере, где турки были очень хорошо представлены, тоже опять подвигаться. Это будет плохо для нашей экономики. Ну, Алексей, я не могу с вами согласиться, потому что, ну, как сказать, отсутствие или, там, вытеснение турецких овощей и фруктов с российского рынка заменено, там, Тунисом, Алжиром, Египтом. То есть, вот, если посмотреть статистику, то по статистике, вот, там, европейские санкции, там, понятно было, но, опять, они совпали, там, с мощной девальвацией рубля, да, и, там, на самом деле, это, вот, скорее потребление населением, там, тех же самых санкционных европейских товаров, оно больше связано с девальвацией, нежели чем с санкциями. А здесь просто статистика не фиксирует практически никакого изменения импорта этих товаров, вот, там, помидоров, апельсинов, там, сладкого перца, даже, что нам еще тут, ну, вот, огурцы, да, единственная позиция. Да, строительная сфера. Сейчас, 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 про сельское хозяйство. Сельское хозяйство, очевидно, что оно, вот, санкции введены в ноябре, сейчас у нас конец июня, вот, там, за полгода, ну, точно, совершенно, вы не один бизнес-проект по выращиванию огурцов, помидоров, а тем более апельсинов в России запустить не можете. Да, тем более получить от него отдачу. Вообще, там, пока, вот, ну, я даже писал когда-то об этом, что статистика не подтверждает никаких успехов импортозамещения, за исключением, там, сырного продукта, да, и, там, потерявшего качество, там, творога и сливочного масла. Ну, как раз, зерно, мясо и так далее. Это не Турция, я понимаю, но... Алексей, 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 статистика вещь суровая. Она говорит о том, что насельское хозяйство в целом растет со скоростью 3%, начиная с 99-го года, в том числе производство зерна, мяса птицы, и мясо индейки, вот три, мясо свинины, птицы и свинины. Вот три позиции, да, которые мощно растут с 99-го, с 2000-го года. То есть, тогда еще и санкций не было, тогда еще и девальвация там была совсем другая, да. Вот это, и, скажем так, введение санкций в 2014 году никак не повлияло на эти позиции. Вот поэтому есть вот то, что было запущено раньше, оно продолжает, действительно, там есть успехи, но они никак не связаны с единым санкций. Со строительством, я думаю, что будет сложнее туркам вернуться на рынок. Опять-таки, за это время в строительстве у нас продолжается падение, и там трудно сказать, ускоряется оно или не ускоряется, там, потому что майская статистика уж очень плохая, да, и надо подождать, ну, июня, может быть, календарный фактор, праздничный фактор сыграл большую роль. Но туркам будет очень тяжело вернуться, потому что рынок сжимается, да, и, ну, если только они будут демпинговать, если только будут по цене вытеснять, вот, но на падающем рынке очень тяжело возвращаться. Ну, насколько я понимаю, у турков большинство контрактов, которые были заключены, они остались в силе, ну, потому что турки строят все объекты практически к чемпионату мира 2018 года по футболу, да, и попробуйте их там выгнать оттуда, а вы вообще чемпионат мира провести не сможете. Вот, поэтому со строительством сложнее, да, ну, вот, посмотрим, да. Опять, вот, у Путина, мне кажется, мне кажется, что для Путина важнее принцип, нежели чем то, что будет в экономике. Да, опять, я же сказал, все равно где население отдыхает, его население проблемы. Есть деньги, пусть едут в Турцию, да, там, всем полицейским, там, ФСБшникам, прокурорам, следователям и прочим, он запретил выезд за границу. Все паспорта сдали начальникам, и сидите дома. Да, поэтому, ну, а остальные там, что делать, если хотите, то и делайте, не на вас наплевать. Сергей, ну, раз вы говорите, что Путин важнее принцип, так ему, в принципе, достаточные извинения, или он будет ждать, когда Турция будет выплачивать компенсацию какую-то, или это совершенно не важно? Нет, насколько я понимаю, позиция России состоит в том, что должна быть выплачена и компенсация за сбитые самолеты, и компенсация семьи летчика. Там я не слышал цифр, которые озвучивались, да, то есть, ну, пока они в прессе не появлялись, но для России важно и извинения, и компенсация за самолет, и компенсация семьи пилота. Вот три позиции, на которые, ну, я так понимаю, что вот эти два оставшихся вопроса, они будут обсуждаться в ходе телефонного разговора Путина и Эрдогана. Скажите еще, а вот международное рейтинговое агентство ФИЧ понизило долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании. Мы так мягко перешли уже от Турции к Британии, потому что, к сожалению, нужно обсудить за оставшийся промежуток все вопросы, которые мы подготовили. И вот скажите, как это отразится? А еще и Шотландия хочет отстраниться из состава Великобритании. Как это отразится все на экономике страны? Катя, тормоздул, как Сергей Макаров, выпустив так снежную крошку из-под коньков. Кстати, его я сегодня в зал славу ввели. Уж извиняюсь, что я о своем и спортивном. Да, мы вас слушаем. Я думаю, что Великобританию ждут нелегкие времена. Просто нелегкие во всех отношениях и в экономических, и в политических, и в социальных, и в национальных. И просто начиная с того, что сами переговоры по выходу из Евросоюза будут тяжелыми. И сегодня Великобритания является членом 107, по-моему, торговых соглашений, будучи членом Евросоюза. О свободной торговле, таможенной, пониженных тарифах и прочее. Ей нужно будет перезаключить 107 торговых соглашений, плюс еще 27 отдельных соглашений с Евросоюзом. И пошли дальше, поехали. То есть, экономические проблемы. А дальше начинается вот это расслоение. Там Шотландия и Северная Ирландия говорят, стоп, стоп, референдум. И есть право на референдум. Знаете, мы хотим остаться в Евросоюзе. И давайте-ка мы проголосуем этот вопрос. А дальше Алексей Виндиктов в пятницу, по-моему, говорил об этом или в субботу, что по статистике молодые жители Великобритании, там, в возрасте до 44 лет, они, вообще-то говоря, проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Это означает, что там нужно быть готовым, что существенная часть, вы знаете, как утечка мозгов, да, и утечка креативного класса, утечка тех, кто может себе это позволить. Пока еще Великобритания член Евросоюза, пока рынок труда единый, пока можно там быстро пристроиться. Ну, значит, вот какая-то часть там энергичных молодых людей постарается из Великобритании, что называется, свинтить. А почему? В какой статистике? Рынок другой, Алексей. Понимаете, вот Великобритания там, сколько, не знаю, там 60 с чем-то миллионов человек, а Евросоюз без Великобритании там 450 с миллионов человек. Рынок другой. Возможности другие. Возможности другие. Вот, понимаете, возможность движения без границ, возможность доступа к большому рынку, возможность путешествия в этом мире, возможность наниматься на работу в любую из этих стран, строить карьеру в рамках огромной территории, огромного экономического пространства. Знаете, тот факт, что они не хотят выходить из Евросоюза, как граждане Великобритании, не значит, что они хотят уехать. Тем более, что коммуникация всегда была даже до Евросоюза довольно-таки тесной между странами. И поехать было не так сложно. Яков, а я, Алексей, что такое-то? Надо бы сейчас перерывы напишу. Якова за всякого. Да ничего, пусть я буду Яков, я не против. Яков не напишу, а Алексей. Понимаете, я же не говорю, что все уедут. Я же не говорю, что все уедут. Конечно, все не уедут. Но потому что такого не бывает, что взял 20% населения на 15%. Бывает, почему? Из Болгарии, например. Да, потому что члены Евросоюза и по другим причинам там, кстати, тоже не 20% уехало. Ну как, было 9 миллионов, а осталось 7. Я что-то путаю. Я не знаю такой статистики, проверю. Но речь же идет о том, что будут уезжать те, кто более энергичные. Те, у кого больше желание продвигаться, те, у кого желание делать карьеру, те, у кого желание добиваться успеха. В этом же проблема с утечкой мозгов, с утечкой энергичных людей. Так же, как и в России. Уезжают молодежь, которая хочет чего-то добиться. Уезжают ученые, у которых в голове есть идеи. У кого идеи нет, то они остаются здесь. Поэтому в Великобритании будет очень и очень тяжело. И я думаю, что у Евросоюза сейчас будут большие, видимо, изменения все-таки. А у Великобритании будут большие-большие потрясения. И я думаю, что в ближайшие 5 лет ее будет, что называется, трясти по полной программе. А скажите, а нужен ли в Великобритании еще один референдум уже по условиям выхода из страны из Евросоюза? Я боюсь, что здесь референдум не получится, потому что условия выхода будут прописаны в каком-нибудь 1500-страничном договоре, который на референдум вынести невозможно. Вопрос решен. Большинство проголосовало за выход. Дальше это уже вопрос правительства. Не знаю, будет ли парламентское одобрение, или не будет. Но это не вопрос да или нет. Вопрос да. Еще хуже не достичь договоренности. Потому что на самом деле Евросоюз заинтересован как можно быстрее это выпихнуть. Я думаю, что на самом деле сейчас в ближайшее время Франция и Германия выдадут какой-нибудь проект такой федерализации Европы. И по большому счету создание центра ядра Европейского Союза, где будет не только Шенгенский Союз зоны Евро, но и очень сильные федеральные органы наднациональные. Из которых выйти уже будет невозможно. Сдали, сдали. Остались навсегда. Кто не хочет, вот будьте там на окраине. И собственно говоря, Великобритания будет на какой-нибудь далекой-далекой окраине. Потому что, наверное, правительство будет стремиться что-то сохранить с Евросоюзом. Какие-то более тесные связи, чем полный разрыв на границах. Перейти в состояние Туниса. Да это при том, что они так не до конца туда и входили. Но если вспомнить, что валюта-то у них своя, например. Да и виза тоже. И в Шенген они не входили. Все правильно. Да. Ну, вот понимаете. Получается тогда, почему лишние стимулы людей будут уезжать? Пожалуйста, езжай. Ну, то есть можешь уехать, вернуться. То есть не будет такого, чтобы уехать совсем навсегда. Алексей, вы же в спорте разбираетесь, правильно? Ну, хочется верить. Мне тоже хочется верить. Насколько я понимаю, что сегодня любой футболист Евросоюза, он в рамках Евросоюза рассматривается как национальный спортсмен. Да. Правильно? А что будет после выхода Великобритании, если Евросоюз? Нет, он рассматривается как общеевропейский. Он не считается легионером. Вот, вот, вот. А теперь посмотрите на английский футбол. Они все будут легионерами. И в европейских командах англичане, правда, их не очень много. Но они тоже будут легионерами. Гарри Бейл четвертым иностранцем. Да, вот, Гарри Бейл будет. Там много, да, там. Кейн там захочет уехать. Тоже будет каким-то легионером. А посмотрите на французов, играющих, там, не знаю, там, английской премьер-гиги. Ну, да. В общем, проблемы-то возникнут. Да? Опять, они не означают, что они коснутся там всех 100% работающих граждан Великобритании. Или там всех 100% жителей Великобритании работают за пределами Великобритании, там, в Евросоюзе. Ну, у кого-то они возникнут, у кого-то они будут очень серьезные. И для кого-то это будет сильное изменение жизни. Ну, там, финансовый центр Евросоюза, там, переместиться из Лондона во Франкфурт. Представьте, сколько банкиров лишаться работы. Там уже начались, там, сокращения рабочих мест. И просто людям, которые там жили, не знаю, кто два года, кто пять лет, кто двадцать лет прожил в Лондоне. Да, им вот нужно сейчас встать и переехать в совершенно другую страну, в совершенно другие условия, с другим языком, с другим менталитетом. И там как-то обустраиваться. Ну, в общем, проблем-то хватит. Смотрите, про Болгарию. Давайте, вы помните, мы подвесили тему. А, хорошо. Ну, просто, чтобы закрыть эту тему, да? Потому что она действительно интересная. Пик населения Болгарии пришелся где-то на 86-87 год, и действительно было 9 миллионов человек. И сейчас там чуть больше, там, 7.1. Действительно, почти так. Значит, но здесь наложилось сразу несколько факторов. Не самое резкое падение было до 2000 года, то есть до тех моментов, как Болгария подписала соглашение с Евросоюзом. Первая, та же самая демографическая ситуация, как в России. Стареющее население смертность превышает рождаемость. У них просто отрицательная естественная прирост населения. Каждый год страна теряет 40-50 тысяч человек по этому фактору. Да, вот, соответственно, 15 лет по 40 тысяч человек, это вот вам 600 тысяч человек, просто уменьшение населения из-за этого. После падения Берлинской стены и после падения режима Тодора Живкова, открылись границы, и многие этнические турки из Болгарии уехали. Да, это второй фактор. Третий, конечно, фактор, да, конечно, вот там соглашение с Евросоюзом подтолкнуло какую-то часть населения, но вот последние 5-7 лет из Болгарии иммиграционный поток, иммиграционный сальдо, приезд, отъезд, там, чуть больше 10-10, 10,5 тысяч человек в год. То есть, не критически, да, то есть, не потому, что открылись границы, не потому население Болгарии снижается. Ну, может быть, тем более, что я нечто подобное про Латвию слышал или читал, но давайте это прибережем для... Про футбол. Про футбол. Про футбол. Ну, вот смотрите, какая ситуация. Там действительно около 300 человек могут попасть под эти вот новые открывшиеся обстоятельства, причем французы, которые еще не сыграли достаточное количество матчей в сборной, они в особенно опасном положении, а игроки-то классные, вот все те, кто сейчас там выступает, да. Но там есть правило, о котором я уже сказал, что если игрок провел достаточное количество матчей в сборной, он получает разрешение на работу, а лимит на легионеров там нет как такового, понимаете. То есть, вот ситуацию, я думаю, они подкорректируют, где-то направят, и я думаю, что справятся они с этим, в общем-то. Яков Алексей, я вот только посмотрел потолок, чтобы как-то вашу логику выслушать. Я думаю, что они, конечно, подправят, но не сразу. Ведь пока должны пройти переговоры с Евросоюзом, и пока вы... Ну, то есть, вопрос в том, что трансферные сезоны, они сейчас подвиснут. И опять, конечно, все проблемы решатся, и, конечно, там 300 человек, ну, у страны с населением 60 с лишним миллионов, это точно не критический фактор. Но для кого-то жизнь точно перестанет медом быть. Да, или, по крайней мере... Ну, что это лидеры, а других они уже не держат? Это не просто какие-нибудь там исландские рыболовы. То есть, они покруче оказались-то. Кстати говоря, вот тут многие это педалируют, а на самом деле в сборной Исландии нет ни одного игрока, который выступает в родном чемпионате. И, честно говоря, они все профессионалы. И один из них, кстати, который забил вчера гол, играет за российский клуб Краснодар на вполне профессиональной основе. А тренирует их профессиональный тренер из Швеции. Поэтому вот понятно, что сказка красивая, но все-таки не следует ее в реальность переводить. Ну, а ваши ощущения? Почему так произошло? Страна, как пошутили, где вулканов больше, чем футболистов, вдруг взяла до Англии, обыграла? Алексей, на самом деле, это для меня одна из самых больших загадок. Последние лет 30, сколько я там смотрю футбол, европейский, как можно. Смотрите, Англия, в принципе, родина футбола. Там английский футбол сильный. И последние 20 лет английская премьер-лига одна из сильнейших в мире. А на уровне сборной постоянные практически провалы. То есть, там скачок 1966 года, все, что можно сказать про Англию. Два раза дома они удачно сыграли. 66-й и 96-й. Да, и все. На мире и на Европе, да, был дел. И у себя дома сыграли, а в принципе нет. Это же, мне кажется, что даже не проблема нынешней команды. Ведь по набору игроков, да, конечно, все исландцы играют за границей. Там многие англичане играют у себя. Но это ничего не значит. Они играют в одних и тех же клубах, в одной и той же лиге. И, ну вот, если индивидуально сравнивать, ну, конечно, английские игроки были там сильнее по классу, выше по классу, чем исландцы. Каждый в отдельности взятый. А как команда не получается. Ну, и причем, вот можно было там говорить, ну, вот тренера, психология и тренеров меняют регулярно. Вот не получается что-то с командной игрой. С командным духом, мне кажется, да? Вот, это точно совершенно не вопрос, не вопрос, там, спортивный. Да и готов. Или они не хотели играть, как исландцы. Ну, команда-то молодая, это надо признать. И там из ветеранов, похоже, только Уэйн Руни, по большому счету. А все те, это вот сенсационные Лестер, люди, которые пока не в Арде, там, Кейн из Тоттенхэма. Это люди, которые пока не пробовали европейского такого серьезного опыта. Может, поэтому проиграли, может, команда еще дозреет. Но дело не в этом. Вот, смотрите, давайте параллель проведем, чтобы мы уж не совсем о футболе говорили. Англия чем-то похожа на Россию. А чем? Именно тем, что англичане играют только у себя дома. Ну, действительно, вы сами сказали, что несколько примеров всего, когда английские футболисты или вообще британские выступают за пределами страны. Может быть, в этом проблема? То есть, они протухли там у себя под крышкой? Я не стал бы на это напирать, потому что, опять, английская премьер-лига одна из сильнейших в Европе. И там, вот если смотреть по набору команд, которые выходят в 16 Лиги чемпионов, английские команды там представлены 2, 3, 4 каждый год. И там дальше, там опять нельзя говорить, что у испанцев сильные команды, там полуфинал, вообще 3 команды было испанские в Лиге чемпионов. А здесь вылетели в 1-8. Английские футболисты сборной, они играют в сильных командах. То есть, если бы в России были такие же сильные команды, которые, я не знаю, каждый год, не знаю, до уровня полуфинала Лиги чемпионов, причем разные команды доходят, не было бы проблем, что российские футболисты играют в национальных командах. Правда? Вот смотрите, я почему говорю тухнут? Вот они в одной и той же обстановке долгие годы, вот в своем любимом Манчестер Юнайтед, Эвертоне, Тоттенхэм, Челси и так далее. И они не могут приспособиться, адаптироваться к чему-то новому. Они знают 20 лет уже, как играет вот эта команда, и 20 лет против нее 5 раз за сезон играют. Понимаете, в чем дело? А тут люди, которые приехали, вот они каждый в своих условиях. Там сборная Бельгии, например, да? Они со своим опытом, полученным в других странах, более живучи, если хотите. То есть, они могут мгновенно приспособиться к ситуации. А у англичан этого нет. Они такие домашненькие очень. Алексей, Алексей, вчера перед матчем Англии и Исландии мы смотрели матч Испании и Италии. В итальянской сборной практически все игроки играют в национальном чемпионате. Практически все игроки играют, кроме Марковой, да? Правда, да? То есть, проблема же... И, тем не менее, тренер поставил такую игру, что вот этой всей тики-таки бартилонской, да, вот как-то не получилось у испанцев. Вот просто связали, связали, навязали свою игру, высокий прессинг, выдавливали на чужую половину поля. И Испания, которая оказалась вот обновившаяся команда, да, там еще 4 года назад, когда был чемпионат Европы, все говорили, вот, Испания сейчас стареет, а в сборную, видимо, сейчас выйдет. Ну, нет ничего, сформировали хорошую команду, там, сильная команда. А что в них хорошо? Хорошо они играли на предварительном. А сейчас хорошо отдохнут на клубах. Отлично. Это, слава богу, я думаю... И чемпионаты мира вылетели, из группы не вышли. Так что все, Испания кончилась на какое-то время. Ну, я сейчас про Италию говорю, да? То есть, на самом деле, вот вопрос... Итальянцы уж точно совершенно привыкли к своему чемпионату, причем не одно поколение итальянских игроков. Но играют... Вот тренер... Это же дальше начинается вопрос тренера, что тренер понимает, как нужно играть против другой команды и в состоянии объяснить команде тактику, а команда в состоянии не склонить. Я соглашусь, не прошел мой аргумент. Не смог я привязать англичан. Опять, да? Причем, ну, вот там по набору игроков индивидуальному, ну, я еще не знаю. Возможно, даже Испания посильнее Италии была. Да? Опять это вопрос командной игры. Вот, не знаю там. Ну, точно испанский набор игроков не слабее итальянских. Да, знаете, напомнить хочу, что все-таки... Это, конечно, ваш сегодня экономист Сергей Александровенко. И здесь мне пишут смс, что футболы, когда 22 балбеса, ты на это один мяч. Но я все-таки хочу... Сколько можно балбесам вот эту фразу писать? Ну, вот это просто... Ну, вот как вы себя ощущаете, уважаемые? Прости, Алексей, что я задела твои спортивные чувства, но у меня все-таки вопрос немного другого характера. Вот будут скоро, Сергей, у нас банкноты 200-2000 рублей. Нужны они нам вообще? Смысл в них какой? Слушайте, вопрос он абсолютно такой. Нужны ли вам деньги, Екатерина? Ну, я имею в виду, что именно такого номинала... А скажите, пожалуйста, вам... Вот... Вам все равно... Не плачь, извините за выражение. Да. Вам не все равно, вот у вас в кошельке лежат там 500 тысяч, или там 100 и 5 тысяч. Ну, к большому счету все равно. Нет, нет. Мы сейчас говорим не про количество, не про количество. Ну, вот если у вас есть там 6 тысяч рублей, они могут подлежать таким наборам купюр, или это другим наборам купюр. 5 по 200, или по 100, но... 6 по 12, по 500, или как-то в дразнобой. Да все равно. На жизни россиян, мне кажется, вообще никакого влияния. Центральный банк, вот свои теоретические вещи, которые оправданы, возможно, в каких-то странах, я бы говорил на эту тему, да, что считается теоретически правильным вот этот купюрный ряд 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, ну, и вот-вот-вот. Это теоретически обоснованный купюрный ряд. Центральный банк его выстраивает. Вот вообще никакого влияния там на жизнь, там, я, Алексей, ни ваш, ни Екатерина, никого не знаю, там, в прошлый раз назвали, как Елена из Москвы, не знаю, Вася из Тамбова. Вот на жизнь россиян это никакого влияния. Нет, это понятно, но ведь хочется понять логику Центробанка и ваше объяснение по поводу этой логики. Зачем нам лишние купюры? Нам и без них было неплохо, правда? Какая разница действительно? Алексей, вы давно видели 100-рублевую купюру в упрощении? Здрасте. Конечно, вчера, например. Они, видите, какие все потертые, их много. Центральный банк их нужно много печатать, потому что они быстро вытираются. Вот будут 200-рублевые, там, чуть-чуть экономии. Опять-таки есть люди, вот в Центральном банке огромный департамент наличных денежных обращений, которому нужно демонстрировать свою работу. Им нужно объяснять, что они тоже нужны, что их не надо сокращать, что там наличные денежные платежи важнейшая часть экономики. Что вместо того, чтобы там интенсифицировать переход на карточные платежи, да, и уходить к электронным деньгам и отказываться от наличных денег, Центральный банк, наоборот, занимает позицию, что нет, вы знаете нам наличные деньги, давайте вот еще и такую, и такую. И люди защищают свои рабочие места. Что в этом странно? Нормально подходит? Нет, ну вот логику касательно того, что 200 рублей сделать стоит ровно столько же, сколько и 100, но получается больше, да? Ну, то есть, одна бумажка больше по номиналу. Вот это понятно, да, это я понял. Ну, это... И между тысячей и пятью, в общем, довольно большая дистанция, и пятерки у нас не пользуются таким доверием. Вот может быть еще это? Алексей, возможно, ну, скажем, опять, там, две тысячи между тысячей и пятью, наверное, да. Вот это и есть какая-то логика. А 200 рублей, мне кажется, что вот логики особой нету. Но опять, вот если бы я там, да, если бы меня спросили, что нужно делать, я бы сказал, что вообще-то, говорят, двигаться в сторону электронных платежей, в сторону перехода к карточным расчетам. И всячески это стимулировать, а не там объяснять там, что нам нужно 200 рублей, давайте еще национальный конкурс, что мы там нарисуем. В общем, у нас как бы это довольно сейчас активно. Я так смотрю в магазинах, в сберкассах, электронные платежи, они занимают свою нишу, и эта ниша ширится, как мне кажется. Вот в частности, чтобы оплатить, а хотя нет, там все-таки берут. Ну и вот новый банкнот, как раз себе эту нишу из понизе. Не понизе, да. Вот маленькая-маленькая у нас доля карточных платежей, да, они растут, и скоро нет, но по сравнению, я не знаю, с Европой или с Америкой, очень низкая доля платежей. Вот в Америке, ну не знаю, у человека купюры выше 20 долларов редко бывают в кошельке. Он просто не нужен, потому что у всех карточки, все платят, ну везде платят карточки, там с одного доллара платишь карточкой. Ну потому что, ну зачем таскать наличные, зачем подвергать себя ненужному риску. Людям надо найти себе работу, поэтому они найдут 1200 объяснений, там дальше какой-нибудь, не знаю, там, как он сейчас называется, не знаю, департамент общественных связей, центральный банк, рекламная кампания, там, что давайте, вот там, конкурс проведем, там еще, там, призы разыграем. Ну тут же появляется куча сторонников, да, это и идея. Ну давайте, там, на следующий, там, не знаю, там, 10 тысяч, там нужно будет выпустить. Ну давайте, 10 тысяч. А что нам, малярам, правильно? Да, конечно, там, что так, что велик. Еще одна очень сейчас тема такая популярная в мире в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, дело президента Бразилии Дилма Русеф. Так вот, сегодня поступила информация о том, что аудиторы не нашли доказательств причастности к махинациям главы государства. Вот как вы к этому относитесь и как в этом свете выглядит вообще сам этот процесс? Ну понятно, что это политическая интрига и хвосты чьи тут заметные, чьи уши подтарчивают, как вы считаете? Алексей, первое, что самое главное, да, что очевидно, что вот эта вся, как сказать, коррупционная активность, да, или неадекватное использование, ненормальное использование денег государственных компаний, оно имело место быть. Да, и вот все эти вознаграждения депутатам бразильского парламента, они существовали, да, и там также политическим функционерам за счет бюджетов государственных компаний. Вот и это важно, да, оппозиция это дело вскрыла, да, и мне кажется, что мы в этом сюжете, я, ну как сказать, вот просто я, там, я с Димом Русев не знаком, мне, ну как, просто это человеческий, да, будет хорошо, если она сможет доказать свою невиновность. Но слава богу, что вот там не все политики, да, занимая такие посты, начинают думать о своем кармане, и там думать о том, как бы твои друзья стали миллиардерами. Хорошо, что, в общем, есть президенты, которые думают о чем-то другом. Ну, вообще-то говоря, обсуждают, вот самое главное в этой истории, да, что как только эта тема возникла, заработали нормальные конституционные механизмы в Бразилии, да, механизмы политической конкуренции, очистки политической системы от возможностей коррупции, да, и, соответственно, вот там одно голосование, отстранение временное, временное исполняющее обязанности президента. И смотрите, страна-то не рухнула, да, ну, в общем, ничего катастрофического с ней не произошло, она продолжает жить, нормально жить, несмотря на то, что там и этот исполняющий обязанности президента сам под подозрением. То есть, работа институтов, мне кажется, что вот из бразильского опыта очень важно там понять, что работают институты, да, и вот эту бразильность... Извините, что я вас прерываю, получается, это хорошо, если действительно работают институты, а если вот то, что произошло, это не цель, а средство. Вот не понравилась неким международным силам деятельность Дилма Русеф, и они запустили вот через разные институты, вот те самые хорошие на самом деле, да, запустили вот импичмент, чтобы вот как-то влиять на ситуацию. Алексей, 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 вот если бы это все дело происходило в России, то нас, конечно, ну или там в Украине, или, не знаю, в другой стране ближнего зарубежья, я думаю, что немедленно вот внешние угрозы, внешние враги, которые все это инспирировали, госдеп, который своими печеньками подкупил оппозицию, эта тема, конечно, выплыла бы на первый план мгновенно. В Бразилии никто про это не говорит. Ну, просто тема даже не обсуждается. Да, и никаких там агентов ЦРУ, там, агентов Фридом, не знаю, там, еще каких-то других агентов не существует. Нет этой темы в политическом дискурсе в Бразилии. Вы не скажете, что этой темы вообще нет, что американская... Где, в Бразилии, в Бразилии... Вообще она не вмешивается в дела других стран. Никак. Слушайте, Америка вмешивается в дела других стран, и для этого у него есть это называемое «мягкая сила». Да, вот современное влияние в мире, страны в современные страны, они строят через мягкую силу. Ну, это и есть мягкая сила, нет? Нет, нет, мягкая сила – это не коррупция, да, и мягкая сила – это не государственный переворот. Государственный переворот – это жесткая сила. И, там, аннексия чужой территории, да, захват чужого полуострова – это не мягкая сила, это жесткая сила, это грубая сила. Ну, равно, да, госпереворот перед этому предшествовавший. Это понятно, да. Поэтому здесь, в Бразилии, об этом речи не идет. Там есть оппозиция, которая участвует в выборах, которая имеет шансы выиграть. И она ищет слабое звено, она ищет, перетряхивает все грязное белье правящей партии и находит что-то и предъявляет избирателям. Предъявляет следственным органам, которые работают независимо. И вот смотрите, там вот изначально было подозрение, что есть, назначили аудитора. Аудитор говорит, что вроде бы нет. Соответственно, сейчас аудитор будет предоставлять доклад опять к парламенту. Парламент будет рассматривать и обсуждать. И либо отправят аудитору зададут вопросы, либо скажут, извините, мы ошиблись. Мадам Русев, возвращайтесь в свои кресла. Это институты. Где здесь госдеп? Ладно, я все. Я про госдеп больше не буду говорить. Спасибо вам большое. Сергей Алексашенко был у нас в эфире.